8 августа отмечается день рождения холодильника. Именно в этот день, в 1899 году, изобретатель из Миннесоты Альберт Маршалл запатентовал свое устройство, которое получило название «Домашняя фабрика холода». Его изделием был очень энергоемкий прибор, работающий на дровах, угле и керосине. Современные же холодильники появились только в 1926 году. Модель быстро стала популярной в Америке. При этом бытовой прибор стоил в два раза дороже, чем автомобиль марки «Форд». В этот день, в 1900 году, был учрежден Кубок Дэвиса — крупнейшие международные командные соревнования в мужском теннисе. Своё название турнир получил благодаря одному из его организаторов — студенту Гарвардского университета Дуайту Филли Дэвису. Именно он разработал схему проведения турнира и купил на собственные деньги приз для победителя — серебряный кубок. Первый турнир состоялся в городе Бруклайн. В нем приняли участие сборные США и Великобритании. Победу тогда одержали американские спортсмены. 8 августа 1927 года родился советский российский глазной микрохирург и офтальмолог Святослав Фёдоров. Он планировал стать военным, учился в спецшколе ВВС. Но однажды случайно травмировал ногу, из-за чего с военной карьерой пришлось попрощаться. И будущий знаменитый хирург поступил в мединститут. Уже во время учебы педагоги отмечали талант Фёдорова. Он смог провести уникальную операцию, на которую не решались многие врачи. Фёдоров сохранил зрение пациенту, которому в глаз попал железный осколок. При этом, несмотря на успехи в медицине, светило офтальмологии даже пытались уволить с формулировкой за шарлатанство. Дело в том, что он первым рискнул применить инновационную для СССР методику. Фёдоров заменил пациенту поражённый хрусталик глаза на искусственный. День рождения сегодня отмечает Юлий Гусман. Советский российский режиссёр, актёр и телеведущий родился в 1943 году в столице Азербайджана. Во время учёбы в университете Гусман создал команду КВН, которая постепенно перевоплотилась в популярную сборную под названием «Парни из Баку». На сцене Гусман часто шутил над собой своей фамилии. Например, любил повторять поговорку «С меня как с Гусмана вода». Кстати, именно ему принадлежит идея выступать всем коллективом в одинаковых костюмах, что сегодня считается чуть ли не стандартом для большинства команд КВН. Кроме того, Юлий Гусман является активным общественным деятелем. Так, например, он стал организатором первой российской кинематографической премии «Ника».